ладно значит что было в прошлый раз мы начали говорить про то когда многощины неприводимы написали там кучу разных свойств когда многощины приводим дайте напишу да не приводим ну во первых у него степень единица но он имеется вон каким-то полем f над полем что это повторение то что был в прошлый раз я напомню просто что мы в прошлый раз зачем мы закончили значит если многощины степени 1 если вы дошли 2 1 и f от x нет корней не имеет корней значит для z q мы такое что смолировали что если у нас есть многощины с целыми коэффициентами и старший коэффициент не делится на p и по модулю p он не приводим тогда он и не приводим над q я стал говорить про последний пример это называется признак эйзенштейна не знаю наверно вас его не было раз вы не признаете значит был ну давайте я напомню значит формировку что во-первых почему-то в книжках часто пишут что ну его часто назад критерий мы здесь что и на но хотя это не критерия просто признак да то есть критерия обычно говорится когда тогда только тогда то есть вы уже посмотрите многощины если он для это не приводим а если интернет и не то наоборот но почему-то вот он называется критерием хотя на самом это признак ну давайте раз он у вас был вот же был но я вас формулирую в несколько более общей формировки ну так чтобы показать что принципе тут уже можно легко он легко общается на воле общий случай пусть у вас есть многочлен у которого коэффициенты лежат в каком-нибудь факториальном кольце к но у нас то есть в большей случае в к это будет у нас это z можно себе представлять что это z кроме того внутри кольца есть простой идеал какой-то простой идеал и и верно что а n у нас не лежит в этом простом идеале все остальные элементы все стороны коэффициенты лежат в идеале а последний не лежит в идеале в квадрате если бы у нас было целое число я бы сказал чтобы берем простое число говорим что а n не делится на p все остальные делятся на п последний делится на п в квадрате вот если это выполнено то f от x не приводим над полем частных этого кольца к в данном случае если есть z применяем то будет q но этот никого разница нет простой идеал как бы тут разница никакой это смотрите что мы как мы доказываем но точно так же значит если f от x приводим над к пусть и под x представился виде противники будут многочленов над кота к тогда как как на прошлой на прошлой неделе мы можем нам нужно читать и знаменатель сократить на общий множитель и получить такое же равенство ну на самом деле если мы такое раз то получили то можно вынеси общий множительных сократить и получить равенство что ну давайте я нашу тут же с волной с волной такое разложение в просто к ну и причем здесь у меня степени многочленов же и h они строго меньше чем степень f и вот здесь и же соглашу на то же самое я не буду писать и просто раз это дело да и вы и вынесу общем множитель здесь сверху снизу здесь вообще на сверху снизу дом нужно них и сокращу так чтобы все то есть чтобы эти многочлены были уже коэффициент вивка ну и авторизуем по и здесь получится какое-то вот такое равенство я поставлю квадратные скобочки чтобы показать что мы взяли остатки по модулю идеала и это равенство в капа и ну и всех и цент и взял по модуле и если я возьму все как у многочленов от x коэффициенты то у меня останется выживет только n потому что все остальные вы лежат то есть тут будет арена и но по модулю и уношенных на их степень н то есть я живу в таком кольце в капа и от x это область целостности и там у меня многочлен а n на x n представился виде произведения двух других многочленов же с волной от x на а с волной от x но если если представьте как такое еще может быть то понятно что если вы произведение двух многочленов получился многочлен на n на x венной то это может быть только в том случае если они сами видят такой вид то есть это у меня будет же катая на x степени к от это будет h n минус к на х степени минус к вот это понятно почему что но рассмотрим минимальный ненулевой коэффициент здесь и здесь тогда в произведении бы это будет 0 и должен быть вот такой коэффициент значит получилось что минимальный ну вот а ну давайте поставим скобочки но не важно так вот иметь хорошо то есть если у них ну если у хотя бы эту воду эти двух многочленов есть два разных ненулевых коэффициента то и и и тут бы 2 1 0 коэффициента потому что он домножить на один из них на старший в произведении старших и младших она будет здесь присутствовать поэтому если у вас слева потусок один коэффициент то значит права востоку ну справа слева плюс один маном началась справа тоже только один маном но причем мы знаем что к n минус к у нас строго меньше n по вот этому условию но значит они строго больше нуля ни одно из них не может быть равно нулю потому что тогда второй был бы равен n это противоречит условию ну значит же 0 равно h 0 равно нулю то есть же 0 лежит и и аж 0 лежит и их произведение которое есть а 0 исходного многочлена лежит в в квадрате мы получаем противоречие с тем что она не лежит в квадрате так на всякий но противоречие значит неправильно было прикладывать что f от их сократится как многочлен от квадратных значит он неприводим потому что у меня к n минус к строго меньше чем n значит они строго больше нуля потому что если бы одно из них равно нулю значит другое равно n и получился плохое разложение так если к случаю прошла где использовал что и простой идеал да правильно когда факторизовал то есть я я сказал то но и не произнес что вот эта штука это область целостности чтобы все работало вот что должно быть область целостности значит должно быть простым идеалом потому что только тогда когда появится область целостности чтобы у меня произведение ненулевых элементов 0 не давала иначе могло быть конечно такое что тут какие-то ненулевые элементы приумножаются получается вот такой многочлен ну Ну вот, значит, f от x не приводим. Окей. Ну, если у вас он уже был, я не буду пройти разные примеры, но давайте я все-таки напишу. Но можно легко показать, что там какой-нибудь многочленок типа xv на минус p, вон, не приводим над q. Применяем критерии Эйнштейна. У нас старший критерий 1, последний p, остальные нули делятся на p, а p не делится на p в квадрате. Ну, чуть более, есть еще всякие хитрые примеры. Вот, я не знаю, вот такой у вас пример был, что если я возьму простое число и возьму просто сумму всех степеней от p-1 до 1, ну, p у меня простое число, конечно, это не написал. То вот это тоже штука будет неприводима над q. Вот это вы знаете, как доказывать? То есть напрямую, критерий Эйнштейна здесь не применяется, но мы можем переписать от многочленок по-другому. Ну, я просто хотел узнать, было ли у вас такое или нет. Ну, на семинаре, да, в сценарии это будет разбираться. Или уже разбирался, не, наверное, у вас вроде должен в следующий раз разбираться. Ну, хорошо, ну, на семинаре разберетесь, не разберете, я вам подскажу тогда. Там вроде. То есть тут, на самом деле, можно сделать замену. Ну, можно делать лейную замену, да, заменить x на t плюс какой-то a. Если a хорошо подобрать, то когда вы раскладываете скобки, у вас окажется, что все коэффициенты делятся на p. Ну, вы подумайте, в общем, ладно. Хорошо. Значит, это мы разобрались с тем, каким многочленок неприводимы. Давайте перейдем к второй половине нашего курса. Он будет кладаться полей, расширений полей и всяких классических задач, связанных с этими расширениями. Ну, давайте я, опять же, сделаю небольшое такое напоминание. Вы меня тормозите, если вы что-то не знаете. Значит, если у вас есть поле, то у него есть характеристика. Это минимальное количество единиц, которые дают ноль. Она, ну, либо какое-то простое число, либо ноль. Не бывает такого, что характеристика поле составное число. Значит, почему что-то, ну, то есть, изучают обычно расширение полей. Но на самом деле понятно, что ничего кроме этого, никакие другие связи между полями не существуют. То есть, если у вас есть гоморфизм полей, если это гомоморфизм полей, то, ну, давайте я утверждение, может, напишу, но, конечно, очевидно, но все равно, то характеристики у них, конечно, одинаковые. Кроме того, это обязательное вложение. То есть, ну, F-инъекция у нас. F-обязательно инъекция. То есть, все случаи, когда у вас есть какие-то связи между полями, например, гомоморфизм, они обязательно между одинаковыми характеристиками, и обязательно у вас F как бы вкладывается в K. То есть, у вас есть F, по сути дела, изоморф за некоторым подполю K. Но то, что характеристика одинаковая, это, наверное, очевидно, потому что у вас F от суммы K единиц это сумма K F единиц. Поэтому, если у вас это, одно из них, одно лицо, то ли другое одно лицо. Да, ну, наверное, перед этим можно сказать, значит, почему у нас может, нельзя, не может получиться ноль в одном случае и не ноль в другом. Давайте посмотрим на ядро. Значит, ядро φ, значит, ядро φ, как вы знаете, это идеал в поле F. В поле идеалов не очень много, значит, он либо нулевой, либо ядро, это все в поле φ. Соответственно, в первом случае это инъекция, если идеал нулевой. Во втором случае само φ равно нулю, то есть φ просто нулевое отображение, мы такую штуку гоморфизм не считаем, потому что в нашем случае гоморфизм должен обязательно единицу превратить в единицу, а поле у нас обязательно не может встретиться одного элемента, тогда получается, что φ это единица, не равно единица, значит, φ не гоморфизм. Ну, в принципе, в книжках можно так строить формировку, что мы рассматриваем только, ну, здесь можно добавить слово нетривиальный, если что, то есть, если вы не хотите заботиться, вот, если вы считаете, что тривиальный гоморфизм существует, тогда просто нужно добавить нетривиальный. Ну, значит, еще раз, ядро этого гоморфизма это идеал, поэтому ядро либо ноль, либо все, если ноль, это инъекция, если все, то это нулевой гоморфизм, ну, и тогда получается, что у вас только ноль, переход в ноль, поэтому, когда у вас сумма единичка обнулится, тогда и справа сумма единичка обнулится, и, в общем, понятно, что христики будут одинаковы. Так, нормально? Или быстро уже? Так, понятно? Хорошо. Ну, кроме того, если говорить сразу, если говорить про решение полей, то понятно, что если вы берете, то есть, есть вот такие базовые поля, это, собственно, z с индексом p и q, и совершенно очевидно, что если у вас, вот возьмете p, если у вас характеристика поле равно нулю, значит, f содержит q внутри себя, ну или полизоморфная q, я считаю, что, ну, тут можно, сейчас так можно, но понятно, что тут имеется в виду, ну, а если характеристика p, то, значит, содержит внутри zp, да, потому что вы можете просто взять единицу и начать ее складывать с собой много раз, в случае характеристики p вы просто получите zp таким образом, а в случае характеристики q, характеристики 0, вы можете взять единицы, потом взять и минус единицы, потом взять и к ним обратно, и вы получите q внутри любого поля, любое поле f, то есть, любое, на самом деле, поле, это уже некоторое расширение, то есть, собственно, расширение полей, расширение полей, это просто вот, когда вы берете поле и добавляете к нему что-то еще, чтобы получилось другое поле, это просто такая конструкция, когда f лежит внутри k, ну, и fk, это здесь поля. Значит, зачем нужно изучать расширение полей? Давайте я быстро скажу две-три задачи, которые мы будем решать. Ну, например, две классические древнегреческие задачи. Первая построение циркумой линейкой, второе нахождение формулы для корней, для решения многочлена, для решений уравнения в радикалах. Значит, построение цирковой линейкой. Ну, пока, когда вы строите циркумой линейкой, на самом деле, вам доступна следующая операция. То есть, если вы, ну, тут надо немножко четче формулировать задачи, что такое построение циркумой линейкой. я это сделаю на соответствующей лекции. вообще говоря, ну, давайте я в двух словах скажу. Вот у вас есть плоскость комплексная, даны две точки 0-1, и дальше вы можете сделать следующее. Если у вас построено какое-то количество точек, вы можете провести прямую, числе бы, две точки, окружность центра в одной точке и радиусом равного расстояния между двумя другими и брать все их в возможные точки пересечения. Вопрос, какие точки можно с помощью этой конструкции построить. Например, можно ли построить циркумой линейкой, скажем, корень кубический из двойки. Или, если мы хотим сделать ресекцию угла, нам нужно построить косину, скажем, 20 градусов. Или, если мы хотим построить правильный инугольник, можем ли построить корень на степени из единицы. Ну, я пока напишу так. Это не совсем корректно, потому что корней много, но я хочу построить на самом деле примитивный корень, который ближайший после единицы идет. Могу ли я построить правильный инугольник? Оказывается, что если вы так строите, то все, что вы делаете, можно выразить с помощью операций плюс-минус, умножить-разделить, а также излечение квадратного корня. То есть, реально у вас ничего другого делать не можете. Если вы построили количество точек, вы можете построить сумму двух точек, произведение двух точек, ну, как комплексных чисел, умножение, деление, можно строить линейный комбинат с рациональными числами, тут, правда, это не написано, и еще можно извлекать корни. Ну, возникает вопрос, можем ли мы что-то из этого построить с помощью вот таких операций. то есть, понятно, что когда мы делаем корень, мы добавляем что-то к нашему полю, который у нас есть, и мы так добавляем, 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 возможно ли получить такое расширение поля q, в котором у нас, ну, вот мы добавляем много раз корней, у нас, знаете, получилось там расширение вот такое число. Может ли такое сделать или нет? Это вопрос про цену цирковной линейкой. Когда мы строим цирковной линейкой, мы только этим занимаемся, у нас никаких других операций нет, кроме как при решении прямых и окружностей. А там понятно, что мы решаем только в среднем квадратном уравнении, потому что окружность задается квадратным уравнением. Значит, второе, это разрешимость в радикалах. Разрешимость в радикалах. Ну, радикалы — это, собственно, извлечение корня. Тут постановка такая. У вас есть многочлен с, ну, скажем, с официальными коэффициентами. И вы знаете, что если, ну, если верна основная теремия алгебры, то у нас есть корни, которые, ну, какие-то комплексные числа. Вот у нас есть Z1, Zn, корни этого многочлена. Вопрос. Можно ли выразить эти корни через коэффициенты многочлена, используя операции, ну, почти тот же самый набор операций, плюс-минус умножить разделить, только мы теперь можем извлекать корень любой степени. То есть, не обязательно квадратный. А тут мы расширяем и говорим, что можно корень любой степени извлекать. Вопрос. Можем ли мы для произвольного уравнения написать формулу, которая выражает корни через коэффициенты этого многочлена и вот эти операции. Их можно применять сколько угодно много раз. Опять же, тут нужна некоторая корректность формировки, потому что, что такое корень коэффициентной степени, мы можем один корень коэффициентной степени взять или все корни коэффициентной степени сразу получить. Ну, тут это мы можно показать, что эти формировки в некотором смысле эквивалентны. И, ну, понятно, древние греки умели решать квадратное уравнение, в средние века научились решать третьей и четвертой степени, потом мучились, мучились и доказали в XIX веке, в полном XIX, да, что не получится, в общем. Не все уравнения разрешимы в радикалах, есть уравнения довольно несложно устроенные, в которых в радикалах вообще неразрешима. То есть нет вот такой формулы, которая выражала корни этого многочлена через его коэффициенты. Что? Да. Какие многочлены, какие корни многочленов можно построить? Какие многочлены если вы какие корни можно построить? Посмотрите, еще раз, смотрите, вот у вас есть, ну, вы немножко взбегайте вперед, что мы будем делать? Мы говорим, вот мы, допустим, построили число альфа, значит, с этим альфа, ну, например, корень кубический из двойки, мы свяжем некоторый, один многочлен, один многочлен, который его определяет. Это, ну, вот я в конце лекции, если мы успеем, я до этого дойду, значит, можно взять многочлен минимальной степени, которую он обнуляет. Ну, или то же самое, как мы докажем сегодня, что это не приводимый многочлен, который его обнуляет. В случае корни кубической из двойки тут многочлен х кубь минус 2. Он неприводим, и оказывается, это многочлен минимальной степени, которого обнуляет. И из того, что есть у него минимальная многочленной степени, которая не равна 2 в степени k, то точно нельзя построить. Из того, что тройка — это не степень двойки, будет следовать, что его нельзя построить с помощью вот таких операций. Собственно, это мы будем доказывать. Более сложный вопрос. Правда ли, что если у него минимальный мегащен имеет степень 2 в степени k? Тогда неизвестно. Нужно делать еще более точную подкрутку, чтобы определять, когда это можно сделать. То есть для корня на степень единицы мы получим ответ, что мы можем построить правильный наугольник тогда, когда φ от n — это степень двойки. φ от n — это функция эллера, то есть количество чисел взаимно простых с n. Но чтобы прямо это докасать до конца, нужно будет немножко что-то поделать дополнительно. То есть когда мы говорим, что число нельзя построить, это делать довольно легко. Мы говорим, ну степень... Ну, в смысле, это, наверное, проще, чем то, когда можно построить. Так, то есть после этого мы уже поймем... То есть если вы говорите про любое число, то мы просто можем понять, можно ли построить, ну, взглядя на его минимальный многочлен, в некотором смысле. Какие еще могут быть вопросы? Ну, есть еще всякая-то... Ну, что-то в духе основной теоремы алгебры. Теоремы алгебры. И сопутствующие вопросы, например. Ну, вы берете Q. Хочется взять и... Ну, в чем будет сложность, да? В том, что мы, когда смотрим расширение, вот мы добавляем какие-то корни каких-то многочленов. Хочется придумать какое-нибудь поле, которое содержит в себе сразу... Которое уже будет такое, которое содержит все корни всех многочленов над Q. Понятно, что можно взять на перце, как алгебрический поле, в котором у нас все многочлены имеют корни. Но это слишком много, потому что там есть элементы, которые не являются корнями многочленов над Q. То есть там, например, есть число P, которое не является корнями никогоного многочлена, а хочется что-нибудь придумать поменьше. Ну, или взять там ZP. Можно взять ZP и опять добавить к нему корни многочленов, то есть построить некоторое поле здесь, в котором уже будет ворона основной теоремы алгебры, то есть в котором все... Любой многочлен будет иметь корень с коэффициентами в этом поле. Ну, также можно попробовать посмотреть, как устроены конечные поля с помощью этой техники. То есть сколько конечных полей элементов, сколько есть в конечном поле данное количество элементов, сколько таких полей с помощью дезаморфизма? Много, мало? Как они устроены? Можно ли... То есть как устроена мультипликативная группа? Ну, правда, мы знаем, что она циклическая, но там... Можно ли их как-то характеризовать? То есть вот тоже этим вопросом будем заниматься. То есть для всего этого нужно рассматривать расширение полей. Значит, как... Откуда вообще брать? Откуда вообще брать расширение полей? То есть как взять и придумать какое-нибудь поле, которое побольше, чем данное? Ну, есть... Как обычно в алгебре, у вас есть деконструкция. Вот у вас есть, например, группы, да? Вот у вас есть внешнее произведение группы и внутреннее произведение групп. Одно из них связано со случаем, когда они уже лежат внутри какой-то большой группы, а другое, когда вы хотите построить это дело абстрактно. Ну и здесь то же самое. Значит... Ну давайте... Я напишу две конструкции расширения полей. Я сейчас напишу одну где-то в одном месте, другую в другом месте, а дальше будем пытаться их связать друг с другом. Значит, если говорить про внешнее... Интересно, как это сейчас правильно, наверное... То есть... Да. Внешне — это когда вот у нас есть просто поле, ничего больше нет, и мы хотим как-то построить, что-то построить как бы дополнительно. Значит, мы берем поле. Что можем сделать? Можем взять кольцо многочленов на этом поле. И дальше можем сделать две вещи. Первая вещь такая. Берем непереводимый многочлен и факторизуем кольцом многочленов по этому многочлену f от x. Как я в прошлый раз говорил, это, собственно, единственный факт, который мы будем использовать в предыдущей части курса, эта штука является полем. Потому что у нас f от x — это кольцо главных идеалов. Если f от x не переводим, то идеал прожден им простой. В кольце главных идеалов либо простой идеал максимален, поэтому эта штука — это поле. Более того, понятно, что... Ну, это поле состоит из остатков по модулю многочленов f от x, оно содержит в себе f. То есть это, конечно же, расширение поля f, там все коэффициенты из f содержатся. Второй путь. Более простой. Вы просто берете кольцо поле частных для кольца многочленов f от x. Его также обозначает f от x круглыми скобочками. Но это просто все поле частных многочленов. То есть мы просто берем все профессиональные функции, то есть все пары многочленов, только чтобы знаменатель не был равен нулю. Ну, конечно, там тоже все коэффициенты будут лежать. Вы просто берете... Там внизу пишете единичку, сверху пишете все коэффициенты. Вот у вас поле f там лежит. Ну, вот эта штука, ну, это называется поле рациональных функций. Рациональных. Ну, можно по-разному сказать. Рациональных многочленов, рациональных функций, ну, в общем, я... Или просто поле частных для кольца многочленов. Внутреннее. Внутренний способ. Допустим, у вас уже поле f внутри какого-то поля лежит. То есть у вас уже дано поле f, оно внутри какого-то большого поля k. Например, рациональные числа у нас внутри комплексных. Мы можем взять произвольный элемент sk и добавить его к f. Возьмем произвольный элемент α-sk и рассмотрим f от α. Что такое f от α? Что? Ну, можно взять из f, тогда просто это будет f. Ну, это то же самое. Вы можете взять тут многочлен с первой степени, тогда ничего не произойдет, вы получите f обратно. В принципе, это частный случай, так что здесь это тоже участвует. Значит, f от α ну, это можно определить двумя разными способами, и понятно, что это одно и то же. Ну, либо даже с тремя способами. Ну, можно сказать, что это минимальное подполье в k, которое содержит f и α. да, это минимальное подполье в k, содержащее f. Ну, или пересечение всех подпольей в k, которые содержат f и α. да, извините, f и α. То есть вы берете просто как бы пересечение всех подпольей в k, которые содержат f и α, вот, получаете f от α. Но, на самом деле, можно сказать, что это определение как снизу сделать, а именно взять просто... Ну, вы берете f, добавляете α и замыкаете. Что значит? Ну, вы можете взять любые произведения и еще их отношения. Поэтому понятно, что все, что вы получите, это всевозможные вот такие отношения f от α на g от α, где f от x и g от x какие-то многочлены в над f, ну, и g от α не равно нулю. То есть, когда вы берете f, добавляете к нему α и замыкаете по умножению и сложению, то вы можете делать, у вас будет α, α в квадрате и так далее. То есть, вы можете все многочлены от α брать, а также брать их обратные к ним, если такое значение не 0. Ну, вот, получается... Ну, и это одно и то же. Понятно, что если поле содержит f и α, то содержат все вот такие штуки, такая штука уже будет являться полем, и это, оно будет совпадать с минимальным, которое содержит f и α. Ну, понятно, что хочется тут немножко сделать поточнее. Дело в том, что для каких-то α, ну, вот, для каких-то α это поле будет устроено примерно как верхняя часть. То есть, она будет устроена как фактор по некоторому непройдемому многочлену. А для некоторых α это будет устроено как полиотационных функций. И здесь, оказывается, что граница как раз лежит в том, есть ли у вас многочлен, которые обнуляют α, или у вас нет таких многочленов, которые обнуляют α. Значит, здесь ключевое определение такое. Значит, если у вас f лежит внутри k, да, ну, я этого не сказал, конечно, но вот мы начали говорить про поля, и теперь у меня везде во всех обозначениях везде будут поля. То есть, у меня вот здесь f это поле, f и k это поле, и l тоже будет полем. То есть, везде не сказанное но, у меня только будут поля, у меня никаких других не будет. Ну, давайте я тут все-таки напишу, что это вот расширение полей. Расширение полей. Тогда α и sk называется алгебраическим от f, алгебраическим над f, если существует многочлен, не равный нулю, из f от x, такой, что он обнуляет α. Значит, ну и α называется трансцендентным, называется над f. Есть такого многочлення, не существует. Ну, вы с этим в определении уже знакомы, вы знаете, что если алгебраическое число над ку и трансцендентное над ку, мы его просто обобщаем на все возможные поля. Ну и примеры вы тоже знаете, если вы берете каким-то там корень в звойке, корень в кубические звойке, это будет алгебраическое над ку числа, от какого-нибудь fp, оно будет трансцендентным. У нас многочлена нет. Вот. Ну, сейчас у нас будет перерыв, то есть после перерыва я хочу все-таки, то есть, ну, понятно, после перерыва мы возьмем с тем, что будем связывать алгебраически вот с такими решениями, с верхней строчкой, да, а трансцендентный будем связывать с нижней строчкой. Если я слишком там, опять же, быстро говорю, есть какие-то вопросы, можно спросить сейчас в перерыве. А так пока перерыв 5 минут, можно. Да. Да, это ужасно, я просто так страдаю от этого, так и что. Ну, не судьба, ну, понимаете, вы не можете выписать сет, как бы, ну, то есть, ну, как, для решения корректных задач, то есть, для решения корректных задач вряд ли вам понадобится знание о том, является e плюс p там, алгебрическим трансцендентом, то есть, для вот этих вот задач это все не нужно. Ну, понятно, что у вас, как бы, мы не можем как бы выписать все возможные алгебрические числа, ну, как, в хорошем, в хорошем виде. Ну, не можем, ну, что делать. Можно придумать разные функции, пытаться понять, они алгебрические или нет, но сам по себе этот вопрос, ну, это зависит от точки зрения, понимаете, может, вы скажете, что проем близнецов, про стычки близнецов, вас тоже не очень интересует, как вы хотите сказать, что много или нет. но и так далее, ну, у вас, у вас, короче, есть, будем называть числом n, это сумма n единичек, потом у вас есть минус n, а также для любых там k и l, есть k делить на l. Ну, вот, отображаете все q вот сюда, получается изоморфизм. Вложение q в f. То есть внутри любого поля у вас есть единички, ну, эти штуки все не равно нулю, потому что у нас хранилистик равно нулю, то есть у нас все эти штуки различные. Соответственно, у вас есть натуральные числа, значит, есть целые, есть рациональные, ну, вот, собственно, вот они вложены в f. В любом поле практически ноль есть под поле, которое изоморфно q. Просто замыкаете единичку, относительно операций сложения, умножения и деления. То же самое с характеристикой p. Вы берете просто единичку, складываете ее p раз, получается из-за p. То, что там умножение и сложение происходят по модулю p, так же, как, потому что все по модулю p происходит. Не понятно? Не понятно. Ага. 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 Продолжение следует... 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 Если мы посмотрим на внешнюю конструкцию То можно посчитать степень расширения в верхнем случае и в нижнем Еще одно утверждение Что если f-поле и есть неприводимый многочлен В степени n большое Тогда вот эта степень расширения f от x отрезованного по f от x маленькому f равна n большому То есть степень расширения равна просто степени многочлена Ну, я уже, конечно, сказал, давайте повторю Прекрасно И что я хочу доказать Я хочу доказать, что есть базис размерности n В факторе f от x Многочленов по вот этому неприводимому многочлену Ну, давайте докажем, что Ну, какой базис возьмем? Понятно? Ага Докажем, что 1 x, x в квадрате и так далее x в степени n минус 1 Это базис Вот этого расширения Ну, опять же С обозначением цифра проблемы Понятно, что я имею в виду x же не как переменную А как x, как образ xа При факторизации многочлена f с круглыми скобочками По-моему, это многочлен То есть можно, в принципе, здесь квадратные скобочки поставить Если вы фактор Ну, или там черточку сверху Если вы фактор как-то отличаете Но понятно, что это просто вот Я взял, типа Остатки Остаток x это остаток xа По-моему, для f от x Ну, почему это базис? Нужно показать, что все-таки выражается И что он не независим Но понятно, что если возьмете любой многочлен То По модулю f от x Значит, степень этой штуки Она меньше, чем n Поэтому у вас останется только первое То есть у вас Остаток будет состояться только из коэффициентов По модулю n минус 1 Поэтому эта штука это какое-то b0 плюс b1x Плюс и так далее Плюс b минус 1xn минус 1 Значит выражается Через этот базис Ну, а линейная независимость Понятно, как доказывать Если Линейная независимость Если у вас есть какая-то линейная комбинация Нетривиальная Которая 0 Это значит, что Исходный многочлен Просто делится на На f от x Но если этот многочлен степени не больше, чем n минус 1 Он может делиться только в случае, если он полностью нулевой То есть Если он делится на многочлен f от x То значит у него все коэффициенты нули Ну, поэтому Любая линейная комбинация Которая дает ноль Она тривиальная То есть Любая линейная независимость Она тривиальная Поэтому действительно Размерность n Ln Линейная независимость Да, ну на всякий случай Понятно, что Мы сейчас будем доказывать Но Видно, что на самом деле Если То есть Да, давайте я еще одно утверждение скажу Потому что надо было сюда записать Что понятно, что в этом факторе У вас будет теперь Вот это поле Это расширение поля f В котором есть корень многочленной f от x Да, давайте я тут еще замечание напишу На всякий случай Что у вас Опять же Вам показать, что Что это на самом деле Вот эти вот две конструкции Это одно и то же Замечание Расширение Расширение Содержащее Корень Многочленной f от x Произвольный Произвольный Ну а именно Вы просто возьмете В качестве Вот этого В этом факторе x будет корнем многочлена Потому что если возьмете Именно эту линейную комбинацию Вот Ну вот Который, например, многочленной Это как раз получите ноль Ну Я сейчас напишу, что Давайте я так напишу Что вот f от x Равно нулю А это равно Значит это будет А0 Плюс А1 Ну я давайте Скоро скажу, чтобы не пузыть у вас Поэтому вот Если возьмете x То он будет уже корень Этого многочлена В этом факторе Ну тут отдельный вопрос Когда вы добавляете Один корень Правда ли, что там сразу Все корни есть Или не все Это отдельный сложный вопрос Которым будем еще заниматься Несколько лекций Как можно определить Сколько корней вы добавили Когда вы добавили Только один корень Но один там точно есть Может быть больше Так Я просто ноюсер Хочу оставить эту картинку Чтобы у вас она была Перед глазами С другой стороны У меня место заканчивается Ну давайте я Не знаю Сверху что-нибудь пишу Пока До последнего буду держать И потом сфолирую теорему И буду ее доказывать Вот Ну второе Более простое утверждение Что Значит Если возьмете f от x Круглыми скобочками То на d Эта штука имеет Степень бесконечности Ну это понятно Потому что у вас есть Если возьмете 1 x x в квадрате И так далее x в n и так далее То они будут линии независимы Если у вас была бы линия зависимости То у вас был бы многочлен Который равен нулю А у нас здесь такой многочлен Ну или неравен Поэтому Действительно С точки зрения степени Эти две штуки отличаются тем Что вот У верхней степень Конечна А у нижней степень бесконечна Собственно Главное утверждение Которое мы сегодня будем доказывать Оно стоит в том Что если альфа алгебраический То f от альфа Имеет количественную степень И мы даже найдем многочлен Который По помощи которого мы покажем Что это будет заморкнуло Такой штуки А если альфа трансцендентна То f от альфа бесконечна И значит f от альфа будет изоморфна Ну и докажем Что f от альфа изоморфна f от x круглыми скобочками Давайте я здесь симулирую И дальше будем это доказывать То есть главная теорема такая Опять же Сейчас есть Расширение полей Значит альфа Алгебраический Тогда и только тогда Когда степень расширения f от альфа над f Она конечна Ну я тут напишу Да И тогда Существует некоторый Многочлен m Ну вот мы будем считать m альфа от x Такой что f от альфа Оно на самом деле изоморфна f от x вот По этому многочлену То есть мы можем Найти просто многочлен Для которого это работает Ну а второе Что если альфа трансцендентный То это тогда Тогда когда f от альфа над f Это бесконечность И тогда f от альфа просто изоморфна Поле Морциальных функций То есть внешне и внутренние картинки Они в смысле совпадают То что можно построить С помощью добавления корней многочленов Или добавления всех частных многочленов Это то же самое Когда вы берете Вот если у вас решение Вы берете там алгебраические Или трансцендентные элементы добавляете Что что? Там где мы Пострелуем f от x Почему? Ну f от x Плохо написано Давайте Значит f от альфа Изоморфна f от x Отризованному По вот этому многочлену m альфа от x То есть Найдется такой многочлен Что f от альфа Это в точности Кольцо многочленов Отризованное по этому многочлену То есть действительно У нас прямо есть соответствие Между этими картинками Если альф алгебраический То у нас f от альфа Оно изоморфна Вот такому расширению Если альфа трансцендент Оно изоморфна Вот такому расширению Не, не, все круглых Круглых Тут пока все в круглых Ну в смысле У нас же это поле И это поле В квадратных Это будут многочлены Конечно, для многочленов Это тоже верно Но мы же полями занимаемся Ну, вы уже это, наверное То есть, ну Примеры Понятно, вас уже приводили Давайте я эту сверху Напишу картинку Какую-нибудь То есть Я отражаю, что если вы берете Например, там корень из двойки Или там корень кубический из двойки То есть для корня из двойки У нас выполнено следующее Что f от корня из двойки Оно изоморфна f от x от футуризованной По минимальному Ну, вот по некоторому многочлену В данном случае Это будет x в квадрате минус 2 Ну, f от корня кубического из двойки Это изоморфна f от x От футуризованной П из кубики минус 2 И на самом деле Это мы сейчас докажем тоже Что для вот таких Для алгебрических чисел Можно еще квадраты Сколько изменить на круглые То есть, в принципе, тут можно и такие П, кстати, скобки Это одно и то же То есть, знаменатели можно не учитывать А вот если возьмете какую-нибудь пи Так, вот я беру f У меня f везде q Я не написал, но наверняка Что-то q А что-нибудь еще А вот если возьмете какую-нибудь пи То у вас q от пи, оно просто изоморф на q от x То есть, все морсальные функции Просто вот Такой изоморфизм Это мы будем доказывать Это будет следствие наших рассуждений Ну вообще нет, ну как Ну если вы доказываете, что это поле То в принципе я могу на пальцах объяснить Почему это так Потому что Если вы уже доказали, что У вас Ну давайте я так на пальцах объясню Ну как, у вас Вы хотите доказать, что любой остаток обратим Ну любой остаток обратим, потому что это поле Поэтому знаменателям писать ничего не надо Ну если вы берете остаток многочинных с кубь минус 2 В самом случае, алгоритм эвклида Вы находите обратный к нему элемент И поэтому вы можете избавиться от знаменателей Поэтому на самом деле знаменатели не нужны Но мы это просто докажем сразу Как бы из общих рассуждений по ходу дела Вот, если дальше Вот в рассуждениях Понятно, можно смотреть на эту картинку И Представляете, что Представляете себе Что происходит на примерах Ну, самое главное Это вот первую часть доказать В одну сторону Это Очевидно В какую? Это, наверное, справа налево То есть, если у меня Внезапно получилось Что f от альфа Над f Равно n и меньше бесконечности То это будет означать Что 1 альфа, альфа в квадрате И так далее Альфа в степени n И линейно зависимы Над f Это означает, что найдутся Такие А0 А1, а2 И так далее Аn из f Такие, что их линейный комбинация равна нулю Ну, все Мы получили многочлен Который обнуляется в альфа Он не нулевой, потому что комбинация Нетривая линейная комбинация На сторону нулю Вот, поэтому получили вот это Значит, возьмем, кстати, многочлены f от x Многочлен а0 Плюс а1x и так далее Плюс Аn и nx в n Он обнуляет в альфа Значит, альфа лгебраический Так, в другую сторону Давайте найдем вот этот многочлен Как же его найти? Значит, мы знаем Нам дано, что есть хотя бы один многочлен Который обнуляется в альфа Но давайте возьмем все такие многочлены Значит, пусть Рассмотрим множество m Таких многочленов Давайте я тут g от x напишу Чтобы оно не путалось Такие, что g от альфа равно нулю А, ну, g от x, конечно, в f от x То есть многочлены с коэффициентами в поле f Которые в альфа обнуляются Значит, так альфа алгебраический То m не пусто Ну, что можно сказать хорошего про m Да-да-да, нет, ну, а что это вообще за подможество на членов? Это идеал И более того, это простой идеал Давайте это поймем Значит, m Это простой идеал в f от x Значит, что я должен проверить? Что сумма двух элементов идеала — это элемент идеала Значит, если g и h лежат в m То g плюс h от α равно g от α плюс h от α Равно 0 плюс 0, равно 0 Значит, сумма лежит Если я назвал, что многочлен обновляется в α, то сумма тоже обновляется в α Если у меня многочлен g лежит в m h произвольный, многочлен из зефа от x То произведение g на h в α Давайте я тут напишу g на h в α Оно равно g от α на h от α Первое равно 0, значит, и все равно 0 Простота Это означает, что если у меня произведение двух элементов лежит в идеале То хотя бы один из них лежит в идеале Значит, если g на h от α равно 0 Это такое, что такое? Это g от α на h от α Ну, значит, либо g от α равно 0 Либо h от α равно 0 Значит, действительно, если произведение лежит в идеале То... Хотя бы один из элементов лежит в идеале Значит, это простой идеал Ну, ну, в принципе, на этом декайство можно... Примерно понятно, что можно завершить Потому что... Значит, если... Ну, давайте я так... Сейчас скажу общие слова А потом я докажу некоторые полезные утверждения сразу Которое... Которое мы это еще раз повторю Но если у нас все многочлены... Это простой идеал Он порождается неприводимым многочленом Который в α обнуляется И из этого понятно, что если вы отфагризуете f от x по этому многочлену Вы получите f от α Просто по очевидным соображениям Ну, давайте я тут немножко проговорю дополнительные свойства Чтобы было все красиво Значит, у меня будет дополнительное утверждение Внутри этого Которое будет такое Что если... Значит, если у нас f лежит в k α алгебраический Над f Тогда Для многочлена из-за под x Со старшим процентом единицы Следующий слой эквивалентный Ну, не можно определение, наверное, сказать Ну, хорошо, давайте сначала Понравку, потом определение Так, значит, тогда Для... Значит, есть Многочлены, у которых старший коэффициент единица Они еще называются приведенными многочленами Ну, можно так говорить, можно так говорить Давайте я напишу Для приведенного Со старшим коэффициентом единицы Многочлена Значит, мы будем обозначать его так Вот так, это минимальный многочлен Будем писать букву m Дальше, чтобы понять, что это минимальный многочлен для α Будем писать α Ну и, в принципе, если не путаться Чтобы не путаться Можно еще указывать f Но если понятно, какой f То можно f опускать То есть можно писать Вот так, можно писать вот так Следующие условия эквивалентны Следующие условия эквивалентны Во-первых, m α x Неприводимый Такой, что m от α m α от α 0 m α x В минимальной степени m α от α 0 Ну и то, что m от α Прождает идеал m Всех многочленов, которые обдавляются в α Тогда этот качейн называется минимальным для α над f Значит, m α от x Значит, m α от x называется Минимальным многочленом Минимальным Для α над f Ну и выполнено то, что я заявил Что f от α с круглыми скобочками Это то же самое, что f от α с квадратными скобочками И это все изоморф на фактор f от x По многочлену m α x Это утверждение завершает доказательства Вот этой вот первой части теоремы Что мы нашли многочлен Который у нас Нужный нам многочлен Про который мы, если мы футуризуем, то все получится То получится в точности фаталь То есть еще раз Оказывается, что То есть, например, я беру Как я уже сказал Беру многочлен Например, беру кубик Кубический из двойки Вот я могу сказать, что я взял Если я нашел непреводимый многочлен Который обнуляет корни кубический из двойки А вот такой многочлен непреводимый Хотя бы по критерию По признаку Эйнштейна Если он непреводим То по этой теории мы бы исследовали, что он минимальный И значит У меня f от α Это то же самое, что отрезать по этому многочлену То есть, вот если Если я проявлю, что это непреводимым То значит, что он минимальный И значит, получится сразу автоматически Что Ку от Корня кубического из двойки Это Ку от x По x кубе минус 2 То есть, мне ничего проявлять Допытно не надо Достаточно проявить непреводимость И отсюда Сразу бы следовать, что он минимальной степени И сразу я могу говорить, что если Чтобы говорить про поле, полученное Расширением корня кубической из двойки Оно имеет там степень 3 Состоит просто из зеленых комбинаций Единицы корня кубической из двойки Корня кубической из четверки Больше ничего не нужно Ну, давайте докажем Тут вроде все понятно Так, от меня на что заказать теорема А тут на что заказать утверждение Ну, смотрите, что я должен доказать Вот я уже про идеал М все понимаю Ну, давайте в коем-нибудь кольце Давайте из 1 в 2, например, докажем Сейчас Как лучше сейчас из 2 в 1 доказать А, да, наверное, из 2 в 1 нужно доказать Из 2 в 1, из 3 в 2, наверное, да? Ну, да, давайте тогда из 1 в 3 докажем Значит, пусть М-Альфа неприводимый М-Альфа от Альфа ровно нулю Тогда, ну, М-Альфа, конечно, лежит в идеале порожденном М Значит, М-Альфа делится на порождающий Какой-нибудь H Порождающий Ну, сейчас Так, тороплюсь, да? Значит, М-Альфа лежит в М М порождается каким-то многочленом H Значит, М-Альфа делится на H Но М-Альфа у нас неприводим Если он неприводимый делится на H Значит, что он с ним ассоциирован Значит, он порождает весь идеал М Это и есть условие 3 Так, из 3 в 2 Если у нас М-Альфа порождает весь идеал Значит, М-Альфа порождает весь идеал А H многочлен А H какой-то многочлен минимальной степени H лежит в идеале Значит, H делится на М-Альфа Значит, степень у H Больше либо равна, чем степень у М-Альфа Ну, так как H минимальная степень Значит, М-Альфа тоже минимальная степень Поскольку у них степень одинаковая, да, получается Ну, да, ну и, собственно, это один и тот же многочлен, да? Ну, смотрите, да, я тут пользуюсь тем, что Ассоциированность означает равенство Потому что я тут взял проведенный многочлен с старшим членом 1 Понятно, что этот многочлен придется до коэффициента, до константа Потому что я могу умножить на 2, он останется непереводимым Поэтому здесь важно, что я пишу приведенный То есть я из этих многочленов выбираю только 1 То есть если у меня многочлен ассоциированы Как здесь, H делится на М-Альфа Причем H в минимальной степени Значит, они их степень одинаковые Значит, если он делится, то они просто Ну, они, честно, на константу Но так как они всех коэффициентов один старше То значит, константа равна единице Поэтому они просто равны Так, ну и из 2 в 1 Но это тоже понятно Если у вас многочлен есть в минимальной степени М-Альфа в минимальной степени Если бы он был Если бы М-Альфа представлялся В виде произведения двух многочленов То Тогда бы получилось, что G от альфа-рого нулю Или H от альфа-рого нулю Но тогда бы получилось, что у них степень поменьше Ну, значит, у них степень как минимум Как у М-Альфа Значит Степень G больше равна, чем степень М-Альфа Ну или степень H больше равна, чем степень М-Альфа Значит, они равны Значит, опять получается, что М-Альфа не переводим Короче, не может отходить Так, наверное, формировку можно стереть Вы, наверное, запомнили Пока я мерю первую половину Ну, получается, да, что тогда М-Альфа не переводим Ну, осталось доказать, что F от альфа-рого склуба склоратными То же самое, что фактор Но это, наверное Ну, так тоже очевидно Почему? Ну, у нас есть, естественно, гоморфизм Смотрите Вот у нас есть гоморфизм из F от X В F от альфа F Что за гоморфизм? Какой можно придумать? Берем их, переводим в альфа, да? Какое у него ядро? Все, все многочлены, которые в альфа обнуляются То есть M Потому что, значит, ядро, да? Это все многочлены, которые в альфа Ну, то есть, очевидно, что это гоморфизм колец Ядро это M Это сюрлективный гоморфизм F сюрлективен Потому что у нас для каждого многочлена справа есть образ Можно найти правообраз Поэтому отсюда будет следовать Что F от альфа Изоморфно F от X По идеалу, порожденному M Ну, по идеалу M Идеал M, порожденному альфа Значит, это то же самое, что F от X По идеалу, порожденному альфа от X Это Это основная теорема к гоморфизме Ну, значит, мы получили, что эта штука поле Ну, раз F от альфа с кратными скобочками поле То F от альфа с круглыми скобочками, которая, естественно, квот от F от альфа Она будет изоморфна, ну или равна в точности F от альфа Потому что у нас Если у нас уже F от альфа в поле, то если мы будем брать частное поле частных, ничего, мы не получим Ну, значит, вот мы доказали То есть мы доказали, что Если у вас альфа алгебраический То найдется минимальный многочлен для этого алгебрического элемента И F от альфа это фактор по этому многочлену Давайте я отдельный вывод напишу Так, чтобы у вас можно пользоваться на семинарах Значит, если у вас Есть, значит, F лежит в k Альфа лежит в k И есть непреводимый многочлен Непреводимый многочлен Из F от x Такой, что F от альфа равно нулю То из этого следует, что Степень расширения F от альфа над F Она равна степени вот этого многочлена Тут степень, тут степень Это вот то, чем можно пользоваться на семинарах Вы берете Ну, это вот, может быть, там, не знаю, в семинаре на следующем у нас будет То есть, если у вас Есть непреводимый многочлен То и вы хотите узнать, какая степень расширения Вы просто берете и пишете степень этого непреводимого многочлена Так, ну там еще была вторая часть теоремы Но она более-менее состоит из того, что я уже сказал Давайте посмотрим Так, или сейчас есть какие-то вопросы Может, цвет подсцесса Понятно? Ладно Значит, там остался еще, был кусочек про то, что Альфа трансцендентная Тогда и только тогда Когда f от альфа Над f Это бесконечность И тогда f от альфа круглым скобочками заморф на f от x Ну как, ну Что-то надо сказать Но если Альфа трансцендентная Тогда Ну, допустим, получилось бы так, что степень конечна Если мы Ну, это следует, в общем, из предыдущего Если мы знаем, что степень у вас конечна То вы знаете, что Мы в прошлом доказали, что альфа алгебраический То есть, есть какой-то многочлен, который обнуляет Тогда существует многочлен Такой, что f от альфа равно нулю Противоречие Значит, действительно степень Степень неравна Неконечна Наоборот, если степень у вас бесконечна То значит, что у вас Один альфа, альфа в квадрате И так далее Альфа в n И так далее У вас линные независимы Значит, альфа трансцендентный То есть, если бы существовал многочлен, который обнуляет Альфа, то тогда Получилась бы проблема Ну, а то, что f от альфа заморозен в квад x Вы просто, опять же, берете Отображение Из А, ну, можно Ну, можно, да, f от скобочками В, а, f от альфа То есть Если у вас альфа трансцендентный Можете строить вот такой гомоморфизм А именно, берете и переводите в альфа Какое ядро? Ну, ядро было бы в случае Если у вас какие-то многочлены бы обнулялись Так как это не обнуляется То ядро нулевое Это селективное отображение Значит, это изоморфизм Значит, это изоморфизм И изоморфизм Поэтому, действительно, у вас У нас, как бы, есть две ситуации, да То есть вы при давлении элемента Либо получаете конечное решение Тогда это в точности Когда вы давляете корень Ну, факторизуете по некоторому многочлену А с другой стороны Если вы давляете элемент Который не весь корень многочлен Ну, получается, то же самое Что f от x круглыми скобочками Ну, тут, на самом деле, спрятан один вопрос Которым мы начнем заниматься в следующий раз То есть Понятно, что То есть, вот я сказал, что есть две конструкции Они вот совпадают с теми двумя конструкциями Но тут возникает вопрос Например, вот если вы возьмете Просто какое-то конечное расширение Тут, вот, сейчас давайте я вопрос один раз напишу На, как, для размышлений Ну, допустим, у нас просто Просто конечное расширение есть Ну, то есть, у него степень конечная Верно ли, что тогда Оно сводится Например, ну, понятно, что если конечное То оно должно к логерейским элементам сводиться Верно ли, что тогда А, там, k Это какое-то f от альфа То есть, верно ли, что любое такое расширение Можно описать добавлением одного элемента Ну, какого-то, там Ну, для какого-то альфа из k, да То есть, как вообще описывать конечное расширение Мы вот только сейчас То есть, мы сделали как бы только первый шаг Мы просто пытались добавить элемент И получить какие-то конечные расширения Вот можно и все конечные расширения так описать Вот это хороший вопрос Но в следующий раз мы к нему приблизимся немножко А так, наверное, сегодня все Нет, ну, если бы Сейчас Ну, если бы у них какой-то Если бы был какой-то кусок Сейчас А, сейчас вы спрашиваете Почему у нас не может быть такого Что сейчас Ну, тут, наверное, опять нужно использовать Первую часть теоремы Значит, если бы тут получилось бы Что эти штуки или не независимы То получилось бы, что есть многочлен Которых обдувляет Тогда бы степень расширения была бы конечна Нет, я имею в виду, что Сейчас, ну, дайте я Ну, я тут, ну, может быть, я некорректно сказал Но можно так сказать, что, смотрите Значит Ну, пусть это бесконечность Пусть альфа нетрансцендентной Тогда альфа-алгебраический Если альфа-алгебраический, то штука меньше бесконечности Получаем противоречие Если бы существовал многочлен Который обнуляет альфа Тогда бы эта штука была просто конечна Мы доказали вот только что То есть нужно То есть из того, что У нас как бы написано, что Трецедентный это не алгебраический А конечный это не бесконечность Ну, равносильно не бесконечность Поэтому это, на самом деле, просто обращение То есть стрелочки Тут, наверное, может, да Наверное, я, может быть, неправильно написал Давайте я это исправлю сейчас быстро Значит Да, все Окей, ладно, извините за задержку Всем счастливо Пишите, если что Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому